Всем привет! Мы на канале Стрецептилия, Света. Меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели и худеем дальше. Девчата, сегодня день спорта. Мы сейчас пойдем спать в зал чуть попозже. Сейчас пока снимаем ролик. Да, да, да. У нас как всегда много вопросиков. На улице что-то так холодно. Да, у нас пока на потепление не идет, но еще март. Утром было вообще, наверное, минус. Опять у меня замерзла коротевода. На шапку Кристина детевает. Плюс 15 обещали. 100 еще недели. И все как будто бы плюс 15. А на улице днем на солнце только плюс 6 становится. А так 1. Не могу понять, зачем синоптики все время пишут это. Если оно не сбывается. Для чего? Так, девочки, вопросик такой. Комментарий. Светочка, хоть я отношусь к более старшей возрастной группе, я равняюсь на тебя. В конце 22 года твой вес был для меня эталоном и путеводной звездой. Мне удалось достичь твоих весовых показателей. Спасибо тебе. Сейчас снова уже на новом этапе. Занимаюсь улучшением качества, как и ты. Занимаюсь и кардио силовыми нагрузками в системе. Люблю кардио силовые. Мне очень нравится. Мне не очень нравится, как и тебе. У нас общая тяга с тобой к сладкому. Даже при правильном питании она никуда не девается. Тренировка мне очень нравится. Света, Кристиночка, спасибо. Мои путеводные звездочки. Кристина, твои внушения о правилах подхода к питанию на меня имеют положительное воздействие. Хотя бы стыдно становится зачастую. Иду за вами, мои девочки, в реализации наших целей. Вместе будем приходить в суперформу. Спасибо огромное. Борис, я там, видимо, сейчас вот это встань иди, и хватит. Надо звук полустрясать. Мы в креме про это говорим, да? Ой, девчата, насчет кардио. Я еще... Сейчас холодно, но у меня в планах еще по утрам подключить бег. Это прям моя мечта. Ну, чисто не только из-за физической нагрузки. Я просто... Мне нравится, когда я бегаю. У меня как-то дыхание становится совсем еще лучше. Сердцебиение как-то... У меня просто как-то, когда я была полная, сердце пошаливало. Потом мы похудела, и спот подключили. Все, сердцем больше не было никаких признаков. Привет не передавала сердце. Вот. А сейчас тоже все хорошо, но... После бега я себя еще как-то лучше чувствую. Да. И еще я морально как-то отдыхаю, когда бегаю. Знаете, сам с собой, со своей башкой пробежался, там о своем подумал. И вот я хочу по утрам бегать, в общем. Ну, когда чуть потеплее. Ты так люблю морозы, холод. Это для меня вообще. Хочется просто зарыться в нору и ничего вообще не делать. В доме, под одеялом. Это очень холод у нас не любит почему-то. Прям сильно. Я вообще такая нозлявая. Жуть. Даже когда я была плюс 25 килограмм, я тоже мерзла. Точно так же. Ну, думать что-то... Про меня всегда говорят, Костила, тебе не холодно, потому что ты живная. Я говорю, да не знаю, может быть и по этому. Ну, когда я была втройная, мне девочки не сильно холодно было. А мне всегда было холодно, даже 80... Сколько я там была? 91. Это зафиксированная сумма. Вот видишь, я уже вычеркнула этой своей жизнью. Как страшно, что он забыла, да? 91. Так это мы когда уже начали худеть. В этом платье было 100, это 100%. Ну, 95, 90, сильная она точно была. Потому что надо бы искать опять эти фотки. Девочки все любят наши старые фотографии. Много снова издарить. Не надо старые фотографии найти. Где мы были толстые. Опять и повставлять. Желтое платье, ты в них все это припоминаешь. Так был тот период, я ее не видела ни разу в этом желтом платье, девочки. Когда она мне фотки показала, я чуть не опупела. Я просто... Я-то была всегда жирная, ко мне хоть как-то подпривыкли. А свет это был всегда стройный. И потом резкий такой набор веса, что я не могла понять, это моя сестра или кто это. Или гадилла, как ты меня взывала. Нет, или кто это вообще, кто. Я-то все время такая, все уже привыкли к этому спать в дом. Ну вот и ты привыкай. И все коту маслененько. Девчатка, когда я была, ну, наверное, 130, потому что я, говорю, не взвешивалась тогда. Ну, 130, я думаю, а была. Вот. 121, мы же, говорит, это мы уже зафиксировали, когда мы уже что-то чуть-чуть начали там пытаться делать. И мы решили взвешиваться для канала. Мы же... А в купальниках мы сняли, нам вообще было стыдно. Мы в купальниках сняли аж когда уже похудели на 15 килограмм. У нас есть видео, мы все его храним, чтобы потом сделать историю. Да. А вот жалко, что мы не сняли в купальниках, когда мы вообще... Нам начало было 130 и 100. Нам еще было тогда очень стыдно. И мы такие, нет, только в футболках и в тренингах. Девочки, когда... Я опять недорассказываю. Когда 130 килограммов была и проходила медкомиссию, уже самую последнюю, после чего я вообще ушла уже с работы. Мне сказали, что у вас уже очень плохие изменения в сердце. В сердце начались. Ну, я делала все эти анализы после ночной еще смены. Потом какие-то еще анализы сдавала. Потом ходила несколько раз подряд на эту, опять, кардиограмму сердца. И они сказали, что вы выспались, что не выспались. У вас все плохо. Я думаю, ну вообще... Мне какие-то таблеточки прописывали, я их попила там неделю-две. Потом я ушла, когда мы со Светой начали заниматься спортом. И девочки, я тут как-то проходила медкомиссию, мне вообще ничего не сказали плохого. Как будто у меня там ничего и не было. Я не знаю, видимо, тренировки, правильное питание, высыпание, неупотребление алкоголя, даже сердце восстанавливают. Вы представляете, что делается? Так что здоровый образ жизни, почему многие под старую-то сраку начинают. Я про свою. Девочки, следующий очень важный вопрос. Комментарий. Всем привет. У меня одной не работает правило. Видимо, это вопрос. У меня одной не работает правило. Если вас тянет на сладкое, значит, у вас недобор белка. Отслеживаю свой рацион более шести месяцев. И неважно, добрала я в этот день белка или нет. Все равно гико тянет на сладкое. Вес норме. У меня, как оказалось, повышен гликированный гемоглобин. Чуть ли не преддиобед. Выявила это случайно в августе. Начала чесаться по ночам. О, девочки, это то, что я говорила. Помните, что когда я все подряд ела и выпивала? У меня такое... Именно ночью чесала себя тоже. Я расчесывала их даже во сне. Просыпалась красными потеками. А я потом только вспомнила, сколько винограда, арбуза, нектарина ела и ела. Пошла к терапевту, дерматолог исключил всю сферу. Он отправил на биохимию. Так, тут очень длинный, девочки, комментарий. Вывод, чудо не случилось. Мне кажется, что с ним надо... Так, так, так. Так что возвращаемся к истокам. К нашей сильной воле и низкоуглеводным продуктам. Все, кто знает меня, видя мой баранец, они вес говорят. Ой, ну тебе-то что не есть сладкого? Все выдумываешь, выпендриваешься. Вот так. Много букв и слов я тут написала. Может, кого-то я предупредила. Ну да. Конечно, предупредили. Сладкая. Вот эти все... Да. Вот эти... Потом сахарный диабет и все-все. Вот эти все вот... Вот эти побочки... Помните, я говорю, я чесалась. Все, что на коже выступает, это надо, конечно, делать эти анализы. У меня вот это оказалось, этот псориаз, девчата. Но, видимо, у меня настолько это начальная была стадия, что, ну, на руках вы видели, я вам показывала там до крови, ну, прям на ладошках псориаз бывает. Внутри. На голове. На голове. На руках. Хорошо на лице не было, на туловище не было. Тут на руках было. И как нормализовала я питание. И перестала, ну, прям сильно... Девочки, на Новый год. Помнишь, что мы заедали со шоколадными конфетами? У меня начался по ночам зуд. Это та же самая история опять. Еще чуть-чуть, начались коросты, вся вот эта лабуда. Самое интересное, ты, когда перестаешь есть, вот так вот, и пить, как помойка, очень медленно чистится печень, да? Очень медленно. Голд, два. А засоряется. Вот, две недели поел, как фиг знает что. Так это без алкоголя еще. Все, началась уже чесотка. Этот зуд, крапивница, уже сразу все началось. А я селегида вообще там буквально через несколько часов все там. Да, все очень быстро возвращается. И это, какой-то, вот, надо постоянно правильно питаться. Не чуть-чуть к лету там, чуть-чуть к Новому году, чтобы в платье залезть. А постоянно надо правильно есть. И как-то полюбить это тобою жизнь. Прекрасно. Он ведь так прекрасно, нормально есть. Как-то осознать, что тебе это и нужно, это сладкое, допустим. Ну вот во фруктах. Девчата, ну неужели не хватает одних фруктов? Не хватает. Я хочу милку. Я тебя сейчас буду душить. Из-за того, что ты мне не даешь белку. Я чужусь, половина зрителей так же, наверное, захотели. Мне есть лопышки, пеносква. Ну, что, не хватает. Конечно, мне прям сейчас ручки зачесались. Ну, вот, видимо, вот девушке помогло, блин, вот этот уже жуткий зуд. Ну, конечно. Когда ты понимаешь, что после этого такие последствия, что ты не огребешь просто. Ну, конечно, да. Тогда страшновато хотя бы что-то. Вот человеку надо почти упасть на такое дно какое-нибудь, чтобы он что-то начал делать. Вот, ну, просто на грани жизни и смерти он должен быть, чтобы он хоть что-то начал делать. Мужики боятся пить, только когда уже им скажут, вы от чего умрете. Все, у вас уже пить, вы с ней попрощались, мы ее пересудили. Ну, они как-то и не боятся, скажут, да, что поделать, я уже и так здесь. Ой, сколько я смогу, столько и прожжу. Хрен с ней с этой жизни. Так что хорошо, когда девчата вот обдумывают. У женщин намного больше чувства самосохранения. Нам Бог дал больше природе для того, чтобы мы могли сохранить потомство. Ну, конечно. Поэтому женщин больше в больницах, в стоматологии, везде-везде женщин больше. И поэтому они все равно по статистике дольше живут, чем мужчины. У нас еще организм обновляется с КД. И мужчинам глубоко вообще насрать на все. Они так прекрасненько живут, как могут. Я в домике, не трогайте меня, пожалуйста. Что-то там прибить надо, ладно, я это сделаю. Остальное, пожалуйста, не тревожьте мою судьбу. И все меня не тревожьте. Ой, а если все там про здоровый образ жизни скажешь, так вообще тебе сразу же. Задушат, как вот Света собрала. Но есть такие мужчины, которые сами смотрят за свою жизнь. Ну да, вот их там пять человек в спортзале. Ну не пять, пятнадцать. Ладно, будем так говорить. Ну, те, кто ходит в спортзал, там одинаково девочки, что мужчин, что женщин. Одинаково. Но их очень мало. Очень-очень мало. Хотелось бы больше. Хотелось бы как-то, знаете, чтобы... Ой, да много мужчин не ходят в спортзал, он побежали, отожались на турниках и пошли на работу. Нормально, и такое поясойдет. Да я не про мужчин. Хотелось бы, чтобы как-то прививалось опять заново. Не то, что вообще по-другому все. Здоровье наше. Так сейчас и вот молодежь-то и так и идет сейчас. Нет, просто чтобы физкультуры побольше делали. Вот как-то, ну, детей на кружки больше водили люди. Сейчас это все и идет. Это наша с тобой жизнь и наши ровесники было все печально. Да, чтобы были все на кружках, на спортивных. Ну, и на умственных, конечно, не спортивных. Тогда следующий поколение может быть еще лучше, здоровее будет, чем наши. Да, девочки? Ну что, побежим на физкультуре? У нас было можно пить, курить и это... И бандиты. Да, и бандиты. И чем хуже, тем лучше. Хоть мы и ходили на танцы, и на балет, но все равно модно было вот это все. А сейчас среди молодежи модно быть здоровым, богатым, счастливым и жить по-правильному. Без всякого бандитизма. Ну, нормально, много зарабатываем. Да. А не отбирать от других людей, без помощи назад. Ну да, и убивать там кого-нибудь. Так, вообще можно все в ютубе говорить? Вообще-то нет. Все, что вы наговорили. Пойдем мне молоко надо купить. Пойдем. Девочки, мы побежали по делам на работу, и т.д. и т.п. И потом увидимся на... Да, сейчас мы купим молочко и пойдем. И пойдем. Куда мы пойдем? Ты на работу, а я Яночку на концерт поведу. Девчата, еще от 2 цели культуры. Подготовка идет. Сегодня будем покупать 2 танца. КОНЕЦ ФИЛИКИ КОНЕЦ ФИЛИКИ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 100 грамм этого рулета из грудки Что я беру с собой на работу? Тушеные овощи Это вешенки вместе с брюссельской капустой Дальше по 2 яйца Яйца перепелиные И отварная голень По одной штуке в каждом контейнере Тушеных овощей по 140 грамм На ужин я буду есть 200 грамм винегрета И одну отварную голень Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Музыка 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...